В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Александр Катунцев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Дмитрий Павлычко. Чужие заслуги в свою копилку. Городская администрация приписывает себе получение 40 миллионов долларов кредита для реконструкции канализации на фонтане. В парте «Удар» обеспокоена ситуация в Величевском порту. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель председателя областной организации политической силы Сергей Белюк. Политик и в прошлом заместитель начальника порта уверен, что предприятия пытаются обанкротить и таким образом подготовить к приватизации. Как рассказывает Сергей Белюк и представители независимого профсоюза, с 2010 года в Величевском порту были уволены более 2000 человек. На этом сокращения не закончились. На руках у членов профсоюза десятки приказов об увольнениях, которые они пытаются оспаривать. Вот, например, по второму району, вот списки, вот я вам говорю, 76 человек. Это членов наши опросы, да, только. И начальник терминала есть, и руководители, и инженеры, и докеры, и таймона, и магазинеры. Все попадают вот здесь, вот эти сокращения. Это только по одному, я вам говорю, 76 человек. А еще два процеда, другому 80, другому, наверное, 60, 70. Сейчас, по словам участников пресс-конференции, готовится увольнение порядка 3000 сотрудников. Как заявляет Сергей Белюк, сокращение – это подготовка к приватизации. С принятием нового закона о портах, городообразующее предприятие Ильичевское рискует быть растасканным частными лицами. Мы имеем поддержку. Сейчас готовим обращение к народным депутатам фракции. Удар, прежде всего, обращение о том, чтобы у нас есть свои предложения, свое видение, чтобы тот закон о морских портах, который был принят, и который через три месяца вступит в действие, чтобы не допустить принятия этого закона и развала всей морской отрасли в целом в нашей стране. В свою очередь, руководство порта объясняет сокращение сугубо экономическими соображениями. Несмотря на то, что грузооборот в последнее время не уменьшился, сменился его качественный состав. Порт по большей части работает с малорентабельными грузами, и сокращение – это попытка оптимизировать расходы. Если металл был, перегрузить металл, допустим, 14 долларов за тонну и доллар 30 руду, скажите, грузооборот растет, вырос на миллион, а с 14 на один… То есть проблема в ретабельности грузов, да? Конечно. То-то арифметика простая. Тем не менее, простая арифметика не объясняет, куда идти уволенным работникам. Ведь сотрудники порта по большей части – специалисты узкого профиля. С принятием нового закона этот типичный конфликт профсоюза и рабочих будет только разрастаться. Константин Гак, Вячеслав Лаштава, телекомпания «Круг». Строительство электрической подстанции в парке Шевченко начнется со дня на день. Городской совет, вопреки интересам одесситов, разрешил компании «Облэнерго» сооружать спорный объект в зоне культуры и отдыха. Утром гуляющие в парке горожане могли видеть бригаду рабочих, устанавливающую бетонный забор. Деревья за ним пока целы, но понятно, что их будут сносить, иначе ничего не построишь. Но дело не только в деревьях. Идея поставить подстанцию именно здесь с самого начала вызывала неоднозначную реакцию как депутатов, так и специалистов. Специалистами из инженерной академии было предложено проектное решение и предложение установки в районе Шипанского переулка. Надо, чтобы при принятии решений депутаты больше руководствовались тем, что чуть-чуть дороже или дешевле. Может быть парковая зона для них дешевле, потому что ее продать под застройку нельзя. А вот какой-то другой участок как раз можно. И с этой точки зрения, конечно, для общих нужд лучше отдать общую парковую зону. Но с точки зрения отдыха людей и экологии, это, к сожалению, не лучший выбор. Мнение того самого народа, громады, от имени которой привыкла выступать городская власть, как всегда не спросили. Как всегда никто не спрашивал. Людей поставили перед фактом. По-моему, не нужно. Потому что здесь окружающих много детей, домов. Ну, во-первых, это будет вырубка деревьев, во-вторых, это дети, электропровода. Зачем это надо все? Не думаю, нет. Потому что здесь много детей гуляют. И вообще так грязно в парке, а так еще будет грязней. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Потому что тут люди отдыхают, а подстанция никак не нужна. Можно ее найти где-то в другом месте построить, только не в парке Шевченко. Вплотную к стройплощадке примыкает территория астрономической обсерватории Одесского национального университета имени Мечникова. Одного из старейших научных учреждений в стране. Раньше астрономы прямо высказывались против такого соседства, поскольку оборудование по станции может помешать работе научных приборов. Теперь ученые молчат. По нашей информации, полученной от сотрудников университета, его ректор Игорь Коваль дал команду не выступать. Очевидно, на него хорошо нажали сверху. Но если мы все, одесситы, не выступим сейчас, потом будет поздно. По опыту известно. Когда что-то уже начато, остановить невозможно. Александр Виноградов, Юрий Веселок, телекомпания КРУХ. Мэрия Костусева собирается ликвидировать Одесскую хозрасчетную консультативную поликлинику. Возмущенный коллектив подготовил обращение, адресованное средством массовой информации. В тексте медики сообщают о том, что Одесский горисполком на протяжении 2012 года рассматривал вопрос о ликвидации КП «Городская хозрасчетная консультативная поликлиника» вследствие неприбыльности. По мнению медработников, такое решение идет в разрез с программой президента о развитии медицины. Является экономически неграмотным и несостоятельным, так как медицина не относится к числу прибыльных отраслей предпринимательства. Медики искренне недоумевают, почему возник вопрос о неприбыльности предприятия. С 2010 по 2012 год клиника перечислила в местный бюджет чуть менее 90 тысяч гривен налога на прибыль. В условиях хронического недофинансирования городских учреждений здравоохранения функционирование нашей хозрасчетной поликлиники снимает определенную нагрузку с бюджета города, так как мы не получаем из бюджета ни одной гривны. Работая на условиях хозяйственного расчета и самофинансирования, мы полностью обеспечиваем затраты по своему содержанию. Ликвидация поликлиники лишит тысячи граждан доступной высококвалифицированной медицинской помощи с правом свободного выбора врача-специалиста, соблюдением анонимности и неразглашения медицинских сведений. Хозрасчетная консультативная поликлиника в течение 56 лет сохраняет здоровье жителей города, области и граждан зарубежных стран. По отзывам населения и специалистов занимает одно из ведущих мест среди других медучреждений города. Коллектив КП «Городская хозрасчетная консультативная поликлиника» просит горожан не допустить ликвидации поликлиники, необходимой одесситам. В окрестностях рынка Привоз уборка снега свелась к тому, что с проезжей части его свалили в огромные кучи. К концу недели, когда потеплело, снежные кучи изрядно подтаяли, превратившись в потоки грязной воды, жижу под ногами пешеходов и колесами автомобилей. Качеством работы коммунальщиков наслаждалась съемочная группа телекомпании «Круг». К концу недели осталась лишь одна большая куча снега со стороны админкорпуса ближнего автовокзала. Остальные частично растаяли, вытекая на проезжую часть и тротуары. Естественно, люди, которые спешат с тяжелыми сумками на автомобильный или железнодорожный вокзал, в восторге от такой работы коммунальщиков. Как считаете, насколько качественно убирается снег вот здесь? Очень плохо. Плохо убирается. Центр города, полные сапоги воды и вообще не пройти здесь. Я очень редко видела, чтобы убирали. Некачественно, но у них и возможностей, наверное, нет таких, чтобы сразу раз-раз и убрать. Для этого должна быть техника, для этого должна быть организация. Наверное, не очень качественно, раз снег есть и много грязи, никто не убирает. Не убрано. Базар, к которому я только сейчас иду, это вообще, там одно месиво каша. Очень трудно пройти, действительно, что-то приобрести. Хлюпая по лужам талого снега, гости Одессы недоумевают, почему никому из чиновников мэрии не пришло в голову, что снег нужно вывозить. Но жители Южной Пальмиры отлично знают, что местные власти не первый год подобным образом убирают тротуары. Даже вот этот маленький усатый одессит с нескрываемым раздражением смотрел за всем вокруг происходящим. Суша мокрые лапки на бетонной возвышенности. Константин Гречаный, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Брать кредиты значит разорять Одессу. Привык повторять народный мэр Алексей Костусев, обвиняя предыдущее руководство города. Когда же одному из бывших членов его команды, настоящему профессионалу Валерию Матковскому удалось найти льготный кредит в 40 миллионов долларов для реконструкции канализации на фонтане, это мэрия приписала себе. Проект предусматривает реконструкцию магистрального канализационного трубопровода от Аркадии в сторону Большого фонтана. В шахтах на глубине до 30 метров будут установлены два насоса. Проложен трехкилометровый коллектор и реконструирован старый, еще советский, длиной в полтора километра. Вместо металлических труб, отработавших свой срок, установят пластиковые. По расчетам система будет работать не менее 100 лет. Ее эксплуатация позволит обезопасить море от загрязнения бытовыми стоками и дождевой водой, стекающей с улиц. Как утверждают специалисты, санитарным врачам не придется по несколько раз закрывать пляжи в разгар курортного сезона. Если раньше было достаточно много аварийных сбросов, практически во время каждого серьезного дождя были сбросы в Аркадию и в Черное море сбросов канализационных, в том числе ливневых, то в настоящее время эти сбросы будут направлены по канализационному коллектору, который мы построим, будут направлены на очистные сооружения, после чего очищенными будут выброшены в море. До конца года масштабное строительство планируют закончить. Однако никто не вспомнил, что заслуга эта принадлежит в основном бывшему заместителю Костусева Валерию Матковскому. Международный банк одолжил Одессе 40 миллионов долларов сроком на 15 лет. Вот эти 42 миллиона, там 41, потом добавили 42 миллиона, в начале 2011 года привел в город Я. Никакое отношение кто-то другой к этой проблеме не имел. Вот. И очень льготный кредит. Весьма странно, что Алексей Костусев не воспротивился предложению взять кредит. Значит, все-таки брать в долг можно. Или не всем. Когда кредиты берут его оппоненты, это называется разорением Одессы. Александр Виноградов, Юрий Веселок, телекомпания КРУГ. В Одессе произошло убийство на одной из охраняемых стоянок. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила тело охранника с ножевыми ранениями. Как оказалось, к смерти 39-летнего мужчины причастен его старший коллега, также работающий на этой стоянке. Подозреваемый пришел проведать напарника с бутылкой водки. В ходе беседы между ними возник конфликт, который резко перерос в драку. Ничего не делаете, только деньги получаете. Я говорю, мужик, ты фильтруй базар. Давай ты. Ну и началась драка. Мы вылетели из будки на улицу. А там уже я достал нож. И сколько раз ударил? Я ударил. Сколько раз ударил? А дальше я уже не помню. Опомнившись после преступления, 64-летний мужчина попытался скрыться с места преступления, но был задержан сотрудником милиции. Против злоумышленника открыто уголовное делопроизводство. Подозреваемый рискует оказаться в неволе на срок от 7 до 15 лет. Сейчас он содержится под стражей. Вкладчики более 20 недостроенных домов по всей области ждут, когда же они смогут въехать в свои квартиры. Устав пикетировать прокуратуру и городской совет, что не принесло результата, инвесторы решили обратиться к областной власти. Сколько осталось ждать новоселья, узнавали наши корреспонденты. Проблема недостроев в Одессе традиционно решается вяло. От городской власти инвесторы уже не ждут каких-либо действий. Поэтому обманутые вкладчики обратились к областной администрации. 4 тысячи семей ждали 4 месяца, пока специальная комиссия исследовала документы и пыталась найти застройщиков. Однако для большинства ожидание оказалось напрасным. Люди, когда покупали это жилье, финансировали, никто в обл. администрацию не обращался. Можно этого застройщика считать порядочным человеком или нельзя. Люди платили, потому что тогда было все хорошо. Сегодня можно было бы с одной стороны сказать, что ребята, вы когда платили, надо было страховать свое имущество, свои средства. Списка благонадежных строительных компаний у чиновников пока нет. Они ждут принятия законопроекта, который позволит регулировать отношения государственных управленцев и застройщиков. К сожалению, без поддержки власти эту проблему решить нельзя. Мы анонсировали с 5 на 5 число митинг перед обл. администрацией, где должны были собраться большинство инвесторов. Областная администрация быстро отреагировала на наши действия. И уже вчера вечером мы встречались. Пока инвесторам недостроенного жилья, у которых нет крыши над головой, остается лишь надеяться на лучшее и ждать. Денис Соколов, Вячеслав Лоштаба, телекомпания «Круг». Посеешь в пору, соберешь зерна гору. Однако у наших аграриев не хватает денег и на зернышко. Правительство средств не выделяет, а банкиры в раздумьях. Будет ли на наших полях зерно и подорожает ли хлеб, узнавал Денис Соколов. Одесса географически расположена таким образом, что многие посевы всходят первыми в стране. Это позволяет нашей области первой выходить на рынок и задавать цену. А морской порт пересылает зерно в зарубежные страны. Однако из-за низкой поддержки государства выгоднее засеивать поля техническими культурами и застраивать их коттеджами. Этот ресурс практически недоступен. А недоступен он потому, что я должен вам сказать, что сегодня рентабельность пищевого бизнеса в Одессе, ну достаточно среднюю такую, усредненную назову, от 7 до 14 процентов. А кредиты коммерческих банков предлагаются сегодня там от 18 до 26. Я уже не говорю там за дополнительные обязательства. В 2010 году с приходом новой власти обеспечение аграрной промышленности уменьшилось вдвое. Чиновники связывают снижение объемов производства с экстремальными погодными условиями. Спустя несколько лет ситуация обострилась. Теперь аграриям приходится выпрашивать деньги не только у государства, но и у банков. Сложные отношения с банками, недостаточное внимание со стороны правительства вынудили аграриев идти во банк. Вынужденный переход на технические культуры, которые дают хоть какую-то прибыль, но истощают поля на несколько лет. Денис Соколов, Елена Новак, Руслан Акаев, телекомпания «Округ». В Музее редких книг Одесской юридической академии прошел семинар, посвященный проблематике уголовной ответственности, формированию кодекса уголовных проступков и реализации новых направлений, стоящих перед уголовным правом. Но начался семинар не с научных докладов, а с воспоминаний об одесском ученом и преподавателе Леониде Багри-Шахматове. Многие участники мероприятия в прошлом коллеги одесского ученого. Другие его ученики. Леонид Багри-Шахматов стоит у истоков Одесской школы уголовного права. Естественно, в ходе нашего семинара мы не могли не вспомнить нашего учителя, которому на днях исполнилось бы 85 лет, профессора Багри-Шахматова Евгения Васильевича, благодаря которому была создана школа уголовного права, и большинство преподавателей, которые на сегодняшний день работают в Национальной университете детской юридической академии в сфере уголовно-правового цикла, начинали свою деятельность именно у него на кафедре. Леонид Багри-Шахматов работал не только в одесских вузах. За свою долгую карьеру он успел потрудиться во многих городах. Его ученики, теперь уже профессора, академики и доктора наук, работают по всему постсоветскому пространству. Наши одесские коллеги проводят круглый стол в памяти профессора Багри-Шахматова Леонида Васильевича. И, конечно, наша обязанность и великая честь для нас участвовать в этом мероприятии, поскольку весь мир живет до тех пор, пока жива в памяти об учителях. Леонид Васильевич – это один из наших учителей, учитель наших учителей, и мы не могли не откликнуться на приглашение, которое писали нам одесситы. Дочь Леонида Васильевича, Марина Багри-Шахматова, вспоминает отца не только как выдающегося ученого. В быту это был удивительно добрый человек, который никогда много не говорил, но всегда поступал так, что нам становилось не по душе, если мы что-то не так сделали. И мы это понимали, и мы так воспитывались, и так мы воспитываем своих детей и своих внуков. Папа, он был теоретиком, теоретиком, вот теперь я могу сказать, мирового уровня, мирового уровня ученым, потому что у него его ученики, его труды изданы и в Венгрии, и в Словакии, и в Чехии. Как рассказывают участники семинара, с приходом Леонида Багри-Шахматова на Одесскую кафедру криминаристики, Одесская школа уголовного права приобрела имя по всей стране. Константин Гак, Вячеслав Ласштаба, телекомпания Круг. В Одессе прошел творческий вечер украинского поэта, переводчика, литературного критика, общественно-политического деятеля и дипломата Дмитрия Павлычка. Несмотря на преклонный возраст, герой Украины полон сил и энергии, как и раньше, готов отстаивать права украинской культуры. Гостеприимная одесская аудитория под завязку забила зал. Появление в Южной Пальмире современного классика украинской культуры вызвало неподдельный интерес у патриотической громады города. Вокалисты групп «Барвы» и «Друже музыка» исполнили песни, основой которых послужили всем известные стихи Дмитрия Васильевича. Организаторы встречи не удивлены таким теплым приемом со стороны гостей мероприятия. Не каждый день в Одессу приезжает деятель такой величины. Дуже талановитый поэт, талановитый письменник, талановитый перекладач, который впервые украинский опубликовал все творы Шекспира. Благодаря нему мы могли бы познакомиться с такой святовой спадщиной. Дуже талановитый критик. Помимо представления своего творчества, Дмитрий Павлычко поделился впечатлениями от общих тенденций в украинской культуре. В частности, выдающегося литератора возмущает наступление на украинский язык со стороны нынешней власти. Я хочу, чтобы Одесса была тем, чем она должна быть, украинским городом, потому что здесь проживает гораздо больше украинцев, как и других народов. Я для этого живу, но хотел бы, чтобы не створиться, а чтобы мы наконец-то понимали. Дмитрий Павлычко выступил с лекцией в одной из гимназий города, а также встретился с патриотической громадой Одессы с просьбой подписать письмо к Виктору Януковичу. Представители украинской интеллигенции просят президента защитить украинский язык, который в последнее время стал объектом постоянных нападок со стороны украинофобских сил. Константин Гречан и Татьяна Сарнацкая, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». На сегодня у нас все. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.ком.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Всего вам наилучшего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин